Приветствую всех, с вами Марк Фокс. Служение «Удивительные пророчества» представляет очередное видео о том, что происходит, когда человек умирает. Смерть – это конец или только начало? Остаются ли мертвые мертвыми? Обладает ли человек бессмертной душой? Как было опубликовано в новостной статье NBC за март 2016 года, 80% американцев верят в жизнь после смерти. Некоторые верят, что когда человек умирает, их душа отделяется от тела и отправляется в чистилище, либо в преддверии ада, либо на небеса или в ад, или еще верят в реинкарнацию, воплощаясь в другое тело снова и снова. Существует очень много путаницы на тему смерти, когда на самом деле этому есть очень простое и понятное объяснение. Позвольте поделиться с вами пятью быстрыми фактами о том, что происходит, когда человек умирает. Факт номер один. Когда человек умирает, его дух возвращается к Богу и возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который дал его. Экклезиаста 12, стих 7. Но что здесь означает слово «дух»? Дух — это дыхание, согласно с книгой Иова 27.3 и посланием Якова 2.26. Дыхание — это то, что возвращается назад к Богу, и Библия никогда не говорит, что именно душа возвращается к Богу. Факт номер два. Мертвые остаются мертвыми, и они ничего не осознают, ибо живые знают, что умрут, а мертвые ничего не знают. Книга Экклезиаста, 9 глава, 5 стих. Когда человек умирает, он перестает думать. Он не знает, что происходит, согласно книгой Псалтыр 145.4. Факт номер три. «Библия называет смерть сном. Просвети очи мои, да не усну я сном смертным». Псалтыр 12.4. Библия называет смерть сном 66 раз. Прочтите в Евангелии от Иоанна 11 главу, с 11 по 14 стих, о том, как Иисус воскресил Лазаря. Он сказал, что Лазарь уснул, и затем Он сказал, что Лазарь мертв. Номер четыре. «Мертвые остаются в гробах. Не дивитесь всему, ибо наступает время, в которое все находящиеся в гробах услышат глаз Сына Божья, и изыду творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло в воскресение осуждения». Иоанна 5 глава, 28 и 29 стих. Иисус говорит об этом довольно понятно. Мертвые находятся в своих гробах, и в этом нет ничего мистического. Факт номер пять. Мертвые во Христе воскреснут снова при втором пришествии Иисуса. Потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдет с неба. И мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, в встретении Господу, и так всегда с Господом будем. Первое послание к Фессалоникийцам, 4 глава, 16 и 17 стих. «Таким образом, хорошая новость заключается в том, что придет Иисус, и поднимет почивших в Господе со своих пыльных могил, и возьмет их домой, чтобы всегда быть с Ним. Именно тогда все будут устранены от тела, и будут в присутствии с Господом, с новым телом, согласно со вторым посланием Коринфянам, 5-8. «Пускай Дух Святой направит вас на всякую истину, которая сделает вас свободными навсегда». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова